Всем привет! Наконец-то мне прислали из Китая долгожданную посылку. Это антистатичный пакетик, в который можно складывать различные болтики и мелкие детальки. Подождите, этими вещами давно уже никто не пользуется. На самом деле нам прислали новый SSD от нового производителя, о котором вы вряд ли раньше слышали. И наша задача разобраться, что он из себя представляет, какие скорости он выдаст и как он будет себя чувствовать, например, в игре Cyberpunk 2077. Субтитры делал DimaTorzok Так, но если серьезно, сегодня каждый нуждается уже в апгрейде своей системы. То есть жестким диском пользоваться уже не очень актуально, особенно с современными играми, которые имеют открытый мир. Естественно, долго прогружаются локации с использованием жестких дисков, поэтому необходим SSD накопитель. Да, это не M.2, который в принципе уже обошел все остальные накопители. Но если вдруг у вас на материнке нет разъемов под M.2, то вполне сойдет обычный SSD накопитель габаритами 2,5 дюйма. Наш накопитель называется RCE SSD. Ссылочку на страницу магазина, где можно приобрести этот накопитель, я оставлю в описании. Как всегда, сразу же первый вопрос. Как влияет пластик на охлаждение внутренних компонентов SSD накопителя? Здесь уже установлено Windows 10, а также игра Cyberpunk 2077. Я уже им пользовался и в принципе перегревов никаких не наблюдается. Ребят, насчет нагрева из-за пластика. Смотрим. Значит, берем мультиметр с датчиком измерения температуры и меряем температуру. Пластиковая крышка не нагревается очень сильно. Если бы какие-то были перегревы, то пластиковая крышка была бы горячая. Это 100%. То есть пластик не препятствует охлаждению компонентов. Насчет дизайна его изготовления. Дизайн простейший, ничего особенного. Несколько надписей, в том числе его габариты и скорость. Сзади у нас этикетка, на которой мы не найдем супер полезной информации для нас. Только то, что он на 120 гигабайт. Если вы перейдете в магазин, то вы увидите, во-первых, другие расцветки этого SSD-шника. А во-вторых, разные объемы. Самое первое, что стоит заметить, то, что его цена на порядок ниже, чем у его конкурентов. Допустим, Radeon, либо же WD Green и так далее. Прежде чем мы начнем его тестировать, давайте распотрошим его и заглянем внутрь. Что мы здесь вообще можем найти? Во-первых, здесь используется микроконтроллер SM2258XT. Это один из популярнейших микроконтроллеров. Используется он во многих накопителях. Почему именно этот микроконтроллер? Почему его используют многие производители? Да все просто, потому что это проверенный временем надежный микроконтроллер. Тип флеш-памяти NAND здесь TLC. Не самое лучшее, но за эту цену неужели вы хотели большего, ребята? По сути, с этим я думаю, что все понятно. Я думаю, что здесь больше нет смысла тянуть кота за хвост. Давайте уже приступим к тестированию данного накопителя. Посмотрим, на что он способен, какие скорости выдает, как он себя чувствует в игре Cyberpunk, ну и как загружается на нем операционная система, естественно. Я думаю, что Cyberpunk и этот SSD подружатся очень даже неплохо. Пока у меня устанавливается программное обеспечение драйвера, хотел бы поговорить о том, что многие считают, что вот заказывать с Китая вещи, это не очень благонадежно. То есть вещи некачественные, проработают недолго и так далее. На самом деле вы должны понимать, что те же продавцы на Алиэкспресс, они очень дорожат своей репутацией. И в том, чтобы продавать, что зря, они не заинтересованы. Потому что такова политика Алиэкспресса, что они должны будут делать возвраты и, в общем, много-много-много геморроя. Поэтому я уверен, что они стараются над качеством и делают хорошие вещи, в том числе и накопители. И один из важных параметров любого SSD-накопителя – это срок его жизни. Сказать что-либо о сроке жизни любого из покупаемых накопителей вообще сложно, пока вы им не воспользуетесь. Пока не пройдет год или два, а может быть и больше. То есть этот параметр выясняется годами. Так вот, насчет срока жизни. Все эти SSD-накопители построены на одном контроллере, построены на похожих компонентах, и поэтому я уверен, что их срок жизни будет не меньше, чем любые другие в этом ценовом сегменте. Кстати, чуть не забыл сказать, что также эти накопители есть в металлическом корпусе. Все увидите в магазине. Ну что же, ответственный момент. Сейчас будем тестировать накопитель в программе CrystalDiskMark. Посмотрим, на что он способен. Сразу хочу сказать, что он будет тестироваться с уже установленной операционной системой и запущенной именно с него. То есть определенная нагрузка на него уже имеется. Говорю это к тому, чтобы было понятно, что показатели немного будут меньше. Давайте выставим 5 проходов, 1 гибибайт и выберем наш накопитель. Запускаем. Так, следующий результат у нас получается, и этот результат довольно неплохой. Во-первых, он соответствует заявленным параметрам, то есть такие скорости нам и обещали. Чтение мелких блоков чуть пониже. Еще раз повторюсь, все это тестирование в программе CrystalDiskMark проводилось с установленной операционной системой. Чтобы вы понимали, я сейчас ставлю результаты, когда я проводил тестирование на накопителе Kingston A400. Чтобы вы понимали, что этот накопитель далеко не хуже, чем его конкуренты в этом ценовом сегменте. Сейчас вы наблюдаете копирование взрослого диска, который имеет всего лишь 7200 оборотов на данный SSD. Ну и, конечно же, на примере игры Cyberpunk мы посмотрим, насколько прогрузка локаций и прочая подгрузка мелких деталей на картах стала быстрее благодаря SSD. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если, к примеру, вы устанавливали Cyberpunk на жесткий диск и после установили на SSD, то вы вполне заметите, что прогрузка локаций, загрузка компонентов и просто перемещение по точкам происходит намного быстрее. В том числе и исключение данной SSD. Что, естественно, делает геймплей более комфортным. Хотел сделать еще один тест и замерить, сколько по времени грузится операционная система с жесткого диска и сколько с SSD. Но думаю, что это бесполезно, потому что и так известный факт. То, что с накопителем он будет грузиться намного быстрее, нежели с жесткого диска. Тем более, что этот жесткий диск на 7200 оборотов, я думаю, что он вообще ничего не покажет. Но если вам будет интересно, давайте просто проверим, за сколько загрузится операционная система на SSD. Ну что, я думаю, комментарии излишни. 8 секунд. Ну а теперь предлагаю загрузиться таким же способом, только с SSD Kingston A400, тоже на 120 ГБ. И посмотреть разницу по времени. Этот накопитель у меня уже год, но там стоит также чистая операционная система и ряд необходимых мне программ. То есть примерно условия одинаковые. Итак, ну что, погнали. В общем, это в какой-то степени даже фиаско. 15 секунд. Только началась загрузка на 16 секундах. Ну, в общем, здесь все понятно. То есть спустя год SSD уже не чувствует себя так хорошо. Это Pro Kingston A400. Очень долго, почти как жесткий диск. А может даже и так же. Очень долго. Даже в какой-то степени я вижу смысл поставить этот SSD-шник вместо моего старого. То есть как основной в работе операционной системы. Потому что показалось я действительно неплохо. Еще раз напомню, что он стоит у меня практически месяц. И за этот месяц я не выявил никаких адекватных минусов. Реально никаких. За такую цену SSD вполне хороший. Ну что, на этом я хочу закончить. Вот такой у нас получился обзор на SSD RCI SSD. В принципе, штука неплохая. Рекомендую к покупке. Ссылочка в описании. Переходите, смотрите страницу продавца. Там есть обширный выбор объемов данных SSD. Выбирайте себе, покупайте. Ничего плохого в нем я не увидел, так скажем. За исключением того, что объективно я не могу сказать, сколько он проработает хорошо. Как вы видели, допустим, Kingston A400 спустя год уже скорости не держит, которую он должен держать.